Неприятный подарок в год оленеводства получили труженики тундры. Дело в том, что земли, закрепленные за сельхозпроизводителями, долгое время использовались геологоразведкой и нефтяными компаниями. После завершения работы недропользователи оставили многочисленный мусор, который теперь представители Россельхознадзора требуют убрать. Финансовых средств и возможностей его ликвидировать у оленеводов нет. За помощью они обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта, который организовал встречу с представителями природных ресурсов и прокуратурой. За происходящим наблюдала наш корреспондент Любовь Пермякова. На карте свалок Ненецкого округа отмечено огромное количество мест несанкционированного размещения отходов, большинство из которых находятся в тундре. По этим объектам фронтовики давали обращение в Заполярный район, Департамент природных ресурсов, Росприроднадзор, для того, чтобы предпринимались меры по их ликвидации. Россельхознадзор, в свою очередь, требует очистить территории арендаторов земли. А это значит, ответственными за уборку становятся сельхозпроизводители. По сути дела, оленеводы, на чьих землях обнаружен мусор. Куча хлама, ржавые автомобили, трубы достались им в наследство о деятельности геологов, нефтяников и воинских частей. Что делать с этими тоннами сокровищ работники тундры не знают. В последний такой яркий случай, огромный поселок на реке Адзева, там куча им костей, ну там огромное количество денег нужно для того, чтобы рекультивировать наследство геологов. Землепользователь на данном участке на сегодняшний день является ЕМТО, да, община ЕМТО. Ну и, соответственно, получается так, что Россельхознадзор, проведя какие-то приемные проверки, направляет общение ЕМТО, письмо, в котором указывает, что они обязаны навести на своем земельном участке порядок и, по сути дела, ну вот эту базу как бы рекультивировать. Вот вы знаете, наверное, мне кажется, если ЕМТО продаст всех своих оленей, у них денег не хватит, чтобы эту рекультивацию провести. И таких примеров множество. В 2014 году от деятельности недропользователей пострадал СПК «Харп». Заполярный район обратился в Россельхознадзор. И два месяца руководство кооператива подвергалось проверкам. Индекский сельхозкооператив тоже прошел неприятные процедуры. Теперь регулярно получают письма счастья от Россельхознадзора представители общины ЕМТО. По словам старшего помощника прокуратуры НАО Виктория Стеля, такие действия неправомерны. То есть трактор, строение, которое находится на этом земельном участке, это не просто муторные, а не отходы. Это не свалка в том понятии, как это расценивает Россельхознадзор. Сейчас у нас будет проведена проверка. Мы дадим оценку действиям Россельхознадзора. Чтобы решить эту проблему, избавить оленеводов от несправедливой ответственности, по словам представителей прокуратуры и фронтовиков, потребуется время. Необходимо ознакомиться с документами, на основании которых оленеводы принимали земли, а также изучить конкретное местонахождение и происхождение мусора. То есть должна быть проведена полная инвентаризация накопленных отходов. Важным этапом в решении проблемы станет и создание рабочей группы при прокуратуре НАО, в которую войдут представители природоохранных органов. Она сформируется 24 апреля. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».